Работаем, да? Ладно, значит, 20 апреля, понедельник уже, ночь, да? Час 20 ночи. Я хотел бы просто сначала, чтобы вы назвались как-то, и имя, и кто? Я начальник 7-го отдела, отдела по борьбе с бандитизмом, подполковник управления по разработке и пресечению деятельности преступных организаций. Подполковник Гусак Александр Иванович. Я ведущий оперативный сотрудник 7-го отдела, в принципе, должен считаться как заместитель начальника отдела 7-го отдела управления и разработки и пресечения деятельности преступных организаций в Федеральной службе безопасности Российской Федерации, подполковник Литвиненко Александр Валентинович. И старшего первополномочия на федеральной службе безопасности Российской Федерации 7-го отдела управления по разработке и пресечению деятельности преступных организаций, майор Понькин Андрей Валерьевич. Скажите, пожалуйста, вот что у вас за проблема? И мне просто хотелось бы понять вопрос вашей службы. Вы работаете с преступными организациями, вы ночью встречаетесь со мной, да, я журналист, и какая-то проблема возникает у вас. Мне просто хотелось бы тезисно хотя бы узнать, в чем дело. Ну, причина, которая побудила нас поднять вас, извините, с постели, дело в том, что в нашей системе непосредственно в органах государственной безопасности проявились такие моменты, которые в разрез идут с действующим законодательством, с уголовным кодексом непосредственно. Ну, и будем прямо говорить, не отвечает нашим моральным каким-то требованиям чисто человеческим. Вы имеете в виду, что организация, в которой вы работаете, ФСБ, а именно ваше управление, занимается какой-то деятельностью, которую вы видите, или вас втягивает в эту деятельность, или вам поручают эту деятельность? Организация, которая возглавляет определенные лица, это непосредственно первый человек, это Николай Змитович Ковалев, и руководитель нашего подразделения, это Евгений Гривович Хахальков, заместитель Александра Петрович Камышникова, капитан второго ранга. Значит, полностью где-то создали систему, или она создается, которая втягивает буквально людей, людей с большим боевым опытом, где сидят люди, по крайней мере, трое нас, и владели, по крайней мере, у нас, человек 15-20, которые награждены боевыми орденами, я просто скажу про себя, я награжден и орденом боевым, и медалью за отвагу, которые способны выполнить, в принципе, любую задачу по ликвидации любого человека, подработав информацию. Значит, если эта информация есть, то, в принципе, это, ну, где-то вопрос решаемый. Вот, и они, подбирая людей таким планом, таких людей, втягивают их в какие-то, в такую ситуацию, которая полностью идет в разрез с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, уголовным кодексом, то есть это хищение людей, убийство людей, убийство коммерсантов, убийство, значит, и хищение, значит, людей, которые оказывают на политическую ситуацию в стране, какое-то влияние имеют. Людей, которые, как они говорят, невозможно взять уже, где-то осуществить нажим в плане, ну, вот, силовыми структурами, то есть налоговая полиция, ФСБ, МВД, они уже не могут их взять, вот взять уже Бориса Абрамовича, значит, они уже не могут ничего сделать. С Джабраиловым, например, с Березовским, например, с Гусинским, со всеми остальными, они не в состоянии ими управлять, и тогда они уже пускаются какие-то предпринимающие... А для чего им управлять-то, я не понимаю, имя? Люди, люди работают только на свое личное обогащение. Деньги. Можно я скажу два слова буквально? Я начал свою службу в подразделениях по борьбе с организованной преступностью с 91-го года. Фактически еще служил в ВФБ, МВД и Министерстве безопасности, ФСК и ФСБ. Все это время я проходил службу только в подразделениях по борьбе с организованной преступностью и ни в каких других. За это время мною лично и с моими товарищами, со служивцами, с которыми я вместе служил, было задержано большое количество преступников. Если это перечислять, это можно до утра говорить, я не хочу этого говорить. Мы, работая по этой линии, тяжелой, опасной линии, это был тяжелый труд, мы иногда даже до 30 часов не спавшие, освобождая заложников, задерживая рикетеров, убийц, насильников. Мы работали и сплачивались, и мы создали боевой коллектив. Потом началась Чеченская война, в ней пришлось нам участвовать. Были события в Первомайском, значит, в освобождении заложников. Вот сидит мой начальник отдела, который имеет 4 правительственных награды, 2 ордена, медаль за отвагу, орден мужества. Сидит вот еще мой один коллега, майор Понькин, который имеет орден мужества, полученный лично от президента России, из рук президента России Ельцина. Также медаль за отвагу, за участие в чеченских событиях. Я имею и наградное оружие, холодное, и, значит, имею тоже медаль задержания особо опасного преступника вооруженного. Вот. Значит, у нас сплотился боевой коллектив. Коллектив здоровый, я считаю. Грамотные ребята подобрались, у которых огромное желание работать. В прошлом году у нас была встреча с Николаем Дмитриевичем Ковалевым, как раз когда создалось управление, называлось на начале управления перспективных программ. И Николай Дмитриевич Ковалев попросил меня, Александра Ивановича, еще подполковника Шабалина, значит, нашего товарища его здесь нет, значит, перейти в это подразделение и, значит, работать там более эффективно по своей линии. Мы, когда узнали, что начальником управления является Хохольков, Геннадий Григорьевич, генерал-майор, мы отказались туда идти, потому что мы считали этого человека, ну, нельзя сказать, что нечистоплод, нам просто, ну... Ну, репутация. Да, в общении с другими, в том числе и с генералами, нам просто не советовали туда идти. Один генерал-лейтенант мне даже сказал, что, значит, из вас там бандитов сделают, преступников. Ну, мы как-то не восприняли всерьез и не хотели туда идти. К этому вопросу с Николаем Дмитриевичем Ковалевым мы, значит, опять же, он нам сделал такое же предложение где-то летом прошлого года. Он еще нам сказал, что ему нужен противовес Хохолькову, нужны нормальные люди. Мы и предложили Александру Ивановичу стать начальником отдела. Создали отдел, мы туда все перешли, подобрали ребят и, в принципе, начали работать. Он не мог его убрать? Почему противовес? Что за противовес? Я не знаю, что это за противовес, ну, не знаю, почему он его не мог убрать. Кстати, ходи разговоры, что, значит, это подразделение было создано, и оно по времени совпадает, когда Лебедь был секретарем Совета Безопасности, что по личному указанию Лебедя. Вот, мы перешли в это подразделение и начали там работать. Вот. К нам подали еще трех человек, которые, значит, до этого 8 месяцев или 5 месяцев были за штатом. Это Скрябин, подполковник, начальник направления, Ермолов, майор, и майор Круглов. Ну, мы сначала к ним присматривали, что это за ребята, потом оказались хорошие, порядочные ребята, хотя нам лично говорили, что это, ну, люди, которых никто не хочет брать, потому что они, значит, по своим, по морали по своей, они никому не подходят. Ну, мы к ним сначала относились настороженно, потом нашли с ними, значит, общий язык. И, значит, начали происходить интересные вещи. Первая задача, которая мне была поставлена, находясь в управлении, что надо, значит, якобы раньше службу проходил в подразделении некий подполковник Трепашкиного фамилия. Сейчас, в настоящее время, как мне известно, ну, как мне сказали, со слов, что он находится, значит, в департаменте налоговой полиции. Проходит службу... Начальник отдела. Начальник отдела или заместитель начальника отдела, по-моему, по Московской области. Начальник отдела. Вот. Мне, значит, поставлена задача была от начальника отдела, он, начальник отдела, сказал, что он не сдал удостоверения, не живет дома, развелся с женой, и, значит, с удостоверением якобы занимается рэкетом. И надо его поймать, отобрать удостоверение, и так как он обратился в суд, судится, ну, в суд на Ковалева подал за увольнение, Его надо, значит, прессануть, ну, значит, физически с ним расправиться, ну, так я понимаю, избить его, либо его, значит, загрузить чем-то, там, гранатой, пистолетом в отделение милиции его посадить, ну, в общем, провокацию точно взять, либо, значит, его, может быть, даже... Провокацию с целью, что у него находилось законное оружие или граната, да. Да, якобы, либо его, значит, надо было, может быть, даже вообще убрать, ну, ликвидировать, чтобы шума не было, потому что Трепашкин что-то знал такое, чего они боялись, что он озвучит в суде. Когда, да, и начали готовить это мероприятие. В чем это выражалось? Значит, так как не знали, где Трепашкина найти, знали его пейджер. И пейджер Трепашкина поставили на контроль, незаконно, причем без санкции суда, без ничего, потому что в управлении есть подразделение, которое этим занимается... Контроль означает просто... Нет, есть... Считывание информации. Нет, есть закон, что прослушивание... Ну, разумеется, ордер должен быть для решения суда. Постановление суда, вот, и по оперативным материалам. Здесь без постановления суда, вот, нам дали просто распечатку и пейджеров. Не постановили, ничего я не видел. Вот, Александру Ивановичу дали распечатку, чтобы как найти этого Трепашкина. Меня вызвали, и меня, значит, провели в отдел кадров, вытащили личное дело Трепашкина, так как я его не знаю в лицо. Показали его фотографию, где он был. Сказали, правда, фотография не новая. Он, значит, там был в форме, по-моему, даже еще капитана или майора в форме, но не подполковника. Вот. Сказали, что единственное, я посмотрел его послужной список, оказалось, что он долгое время служил следователем в Лефортовых подразделениях. И, как мне сказали, это грамотный следователь. Поэтому я сразу сказал, ребята, когда узнал, что он судится, я говорю, вообще, в своем уме вы что прилагаете? Человек, он, во-первых, знает закон, во-вторых, ну, как, офицеры имеют право, для освежения имеют право начаться. Ну, я просто не знал тогда, что он каким-то компроматом располагает в отношении их. Ну, судится и судится, и законно уволили, ответите за это. И вот, потом, значит... Трепашкину задачу ставил Ковалев? Нет, по Трепашкину ставил задачу начальник отдела. Но начальнику отдела, он мне сказал, поставил задачу Евгения Григорьевича Халькова. Почему? Я могу это сказать. Хальков, который сейчас руководит. Да, начальник управления. Почему я это могу сказать? Во-первых, начальник отдела мой и я, мы вообще Трепашкина не знаем. Я его никогда не видел, никогда с ним не общался в жизни. Я только видел его фотографии. Поэтому у нас нет никакого умысла. Вообще, у нас никаких общих дел Стрепашкин не было. И знать о нем начальник отдела мог только от руководства. Дальше. Стрепашкин недавно дал интервью в газету. Я видел это интервью. Мне ребята показывают. Правда, я не успел прочитать, потому что тут вот все эти проблемы начались. Поэтому, значит, это еще раз доказывает то, что у них проблема с Стрепашкиным была. Значит, это не просто так. И это вполне проверяется следственным путем. Вот. Значит, это была первая задача. Кстати, она меня тогда очень осторожила. Мы ее, значит, не то, что отказались выполнить прямо, но мы ее просто не стали выполнять. Ну, молча ушли и все. Этого делать не стали. Мне объяснили ситуацию, мол, человек уволен, имеет при себе удостоверение и неправомощно им пользуется. То есть, прикрываясь удостоверением, совершает противоправные действия. Меня спросили, сколько нужно времени для того, чтобы с ним разобраться. Ну, взять удостоверение и разобраться. Я сказал неделю, что известно об этом человеке. Мне дали адрес. Я попросил его распечатку пейджера. Ну, мне надо было выявить. Наиболее... Часто посещаемые, а не стали? ...посещаемые. Вот. Ну, коллектив уже был. Ну, в связи с тем, что уже была информация такая, что... Ну, подтверждающего неправомерные действия этого Трепашкина. То есть, особо этого у меня не было. Будем так говорить. Угрозений совести, что ли. Не делать это. Ну, а потом уже в дальнейшем... Я, правда, слышал... От некоторых сотрудников... Начал узнавать, что... Не так-то оно все просто. Вот. И от этих дел мы стали отходить. Ну, это, в принципе, все, что я могу добавить. Вам, когда ставили задачу разобраться, что подразумевалось? Изъять удостоверение, понятно. Разобраться, что это значит? Задача была поставлена... Самое главное, чтобы не светились здесь сотрудники органов безопасности. Не молчал вам? Ну, в принципе, естественно, допускаются силовые методы. Там какие-то, может быть, насильственные. В принципе, я сразу так подумал, что может быть. Ну, иногда это практикуется в работе. Ну, под прикрытием сотрудников милиции, в частности, я думал о том, что мы будем в это время сотрудниками ГАИ. Ну, естественно, найдем повод, что неправильно управляет транспортным средством и так далее. Но это был повод, чтобы... Ну, на определенном этапе, я повторюсь, что мы от этих действий отошли. Когда вы отошли, это вызвало конфликт? Нет. Конфликт, в принципе... Я имею в виду с руководителем вашим? Нет. Понимаете, я, в принципе, мне не нужны были конфликты. То, что можно, надо было делать, мы делали, делали, естественно, мы те люди, которые... Ну, нас иногда называют фанатами, потому что мы от души работаем, будем так говорить. Ну, вот, конфликтов не было. Ну, естественно, были какие-то... Ну, возникали там какие-то претензии. Это когда произошло по срокам? По срокам и по... В принципе, это у нас произошло... Нет, Трепашкин это где-то... Сейчас скажу, сентябрь месяц. Сентябрь 97-го года. Это первый случай странный. Конфликты настоящие пошли... После... Получения заказа на... Одного из известных коммерсантов. Это... Джибраиловумов. Это 11 владельцев в Радисан-Славянске. Это 11 владельцев в Радисан-Славянске. Значит, по... Значит, когда в поле зрения по органам безопасности и системе МВД, и системе ФСБ попал Пол Бейтон на убийство и его в Переходе, знаете, да? Да, да, да. Вот когда делили сферу влияния и, в частности, попала чеченская диаспора не в лучшем смысле ее слова. Это... Всем известные люди... Ну, ситуацию я могу пояснить. Неужели? Это человек с такой странной репутацией, будем говорить. Так я хочу понять, ФСБ пыталось его убить для того, чтобы просто ликвидировать. Знаете, иногда преступника трудно взять. И мы читаем в книгах об Америке в 30-е годы, когда преступника просто убивают. Когда про него все известно. Ситуация получилась следующим образом. Ну, вы, наверное, в курсе, что у нас в Ингушетии были похищены наши сотрудники. Это начальник управления и начальник отдела кадров. Да. Ну, фамилии я не буду называть, они известны. Меня вызвал Хохольков, начальник управления. Говорит, подбери людей из негативной среды, так называемой, которых мы можем либо обменять, либо, ну, продумаем варианты, как вызволить наших людей. Все санкции есть. Через некоторое время Ну, проанализировал, кто относится у нас к негативной среде. Ну, я не стал опускаться до славян, до мафиоза, будем так говорить, лиц из славянской национальности. Ну, все-таки мы официально какая тюрьма? Здесь, ну, есть кое-какие у нас конспиративные места, где можно содержать То есть вы похищаете человека и предлагаете потом чеченским бандитам обменять одного на другого? Да. Или выкуп. Я так понял. Александр Иванович, ну, потом скажешь, дополнишь. Вот ну, здесь пошли небольшие проблемы. Когда ситуация была подработана, мы выявили места. Нам поставили такую задачу. Ну, в любом случае, при любом проведении мероприятия возможен так называемый прокол. То есть, если человек будет не один или в случае неожиданно появится кто-то третий. Саму Джибраил, Джибраилову не один, естественно, ездит, там с ним охрана и так далее. Что думаете, имелись? Ну, мы планировали поначалу взять Умара и одного с ним, кого-нибудь из охраны. Вот. Ну, с остальными, чтобы не было никакой утечки, мы могли кончить. Извините. Задача была поставлена даже если... А его охраняет милиция МВД. Русская МВД, Московская. И чеченцы были, ну, естественно, сотрудники милиции. Естественно, здесь стал вопрос, извините, приходилось убирать своих, будем так говорить, собратьев по линии МВД и... Ну, это некрасиво совсем. Вот. Был поставлен вопрос, кто санкционирует. Санкционировано письменно ли это приказ? Дело в том, что устно устно выполнить это, сами понимаете. Потом вас же и посадят. Да. Ну, или не посадят. Я уже не пойму, в чем суть методов. То есть, сажают реже, чем убивают. Надо, надо, конечно, со всеми мерами предосторожности все это сделать и скрытно отойти. Ну, с захвачиванием. Ну, а потом проводить под крышей, допустим, тех же неуправляемых дагестанских отрядов произвести обмен. Ну, сами сотрудники могли производить обмен, прикрываясь там какими-то, извините, мажахедами и так далее. вот, когда стал вопрос о том, что в случае непредвиденных каких-то обстоятельств придется убивать людей или тех же сотрудников, ну, естественно, здесь, здесь мы не могли пойти на это. Ну, по ряду причин я еще раз говорю, чисто моральные принципы. нам, чтобы нас не обвинили в невыполнении приказов, мы начали натягивать это дело, ну, и под конец его свели на нет, ну, достали информацию, что Джибрейла может убить другой человек, это брат пол-то этому, бывший сотрудник ФБР, действующий, по-моему, бывший, ФБР, встречался Николай Дмитриевич Ковалевым в городской период. Так, это уже было оружие, винтовка призвано. Заказ был произведен, оно оплачено все, и оружие буквально возилось вот-вот назад, вперед, да, период осени 97-го года, поздний уже. То есть, брат американца, которого, как подозревают, убрали люди Джибраилу, приехал с оружием, чтобы убить Джибраилу? человек по заказу брата пол-то этому приехал, он уже был в Москве, и оружие должно было возиться сюда. И ФСБ знало об этом? ФСБ знало об этом, знал непосредственно по оперативной информации директор Федерального службы безопасности Николай Дмитриевич Ковалев, встречался с братом Пола Тейтума, и, как мне известно, он просто эту ситуацию отпустил. Разрешил убить? Да, ну, он не говорил, что убейте, он, молча, дал работать. Непосредственно по этой ситуации, в принципе, работал я, что могу сказать, значит, полностью претело то, что в охране Жабраева ездили сотрудники Министерства внутренних дел. Если бы ситуация была полностью патовая, то есть, мы бы выходили и была бы какая-то непонятная ситуация, эти бы сотрудники живыми просто не остались. Поэтому эту ситуацию оттягивали. Многие сотрудники отказались просто с первых слов это делать. ситуация доходила до такой степени, что была проведена рекоменцировка по месту жительства в двух местах, где он будет. выбор пал не на Умара, а на Хусейна, а младшего брата. Как раз тот период, значит, если он когда-нибудь меня увидит, он меня узнает. Но я был тогда не сотрудниками с ПСБ, а одним из коммерсантов, который торгует нефтью. познакомились таким образом. когда-нибудь увидит, если со мной что-то случится, я думаю, он меня увидит. Я 20 раз приношу извинения, но я был на работе тогда. То есть вы решили похитить не Умара, а... Хусейна, но выбор пал так, что удобнее было его брать. Ну, в принципе, Умар бы пошел на то, чтобы... К тому же Умар мог заплатить за младшего брата. Младший брат. Да. А младший брат мог бы не найти этих денег. Младший брат семье, я знаю, все знают, кто работал с восточными людьми, это все. Вот. И старшие братья, и Алик, и... я его знаю, общался, и Умар. Вот. Они бы отдали за меня все. И тогда была разменная карта. Но размен был слишком дорог для нас. И марать руки в крови сотрудников никто бы не стал. Поэтому эта ситуация оттягивалась. И в определенный момент значит, руководство Федеральной службы безопасности начало оказывать давление, из-за чего начались конфликты, когда они сказали... Когда вы говорите руководство, это кто? Руководство, это непосредственно капитан второго ранга Камышников и Евгений Григорьевич Кохальков, начальник управления генерала-майора. Они вас торопили? Они нас очень сильно торопили, значит, и когда стал вопрос, что да, мы готовы, они немножко может быть даже сами испугались. И единственное, что нас вообще остановила эта фраза, это когда Александр Петрович Камышников сказал мне и сотрудникам, которые присутствовали, что если будет что-то случиться из ряда на выходящее, то есть это либо стрельба, либо значит убийство сотрудников и ну всевозможные последствия похищения, мы его берем, но там останутся люди просто неживые. мы ответственность себе снимем, а вы разбирайтесь сами. То есть через некоторое время вас вытянут. Да, мы поняли, что это не государство нужно, в принципе, это не задача спецслужб. Мы имеем богатейшие опыты и знаем по истории комитета госбезопасности, когда решались все вопросы, не только в стране, но за рубежом. Но это нужно было государству, это было все написано на бумаге, и ни один начальник не отходил от этого. То есть подчиненный выполняет, начальник санкционирует, подчиненный выполняет. Мы имеем богатейший опыт международных спецслужб, то есть того же возьмите МОСАДА, когда за рубежом ликвидируют они проводят операции, и они национальные герои там, но здесь это полнейший бред, когда твой руководитель говорит, что ну вы там сами. Если убьете милиционеров, Милиции, да, сотрудники МВД, такие же люди, как мы, чеченцы, такие же граждане Российской Федерации, как мы, и если там будет что-то, то есть вплоть до ликвидации физической, вы там сами разберитесь. Ну то есть это противоречит ну полностью, всей концепции, всем принципам подхода по работе. Я хочу дополнить по этой ситуации. А вы уверены, извините, я хотел тоже спросить, вы уверены, что выкуп пошел бы на освобождение ваших сотрудников, потому что такая грязная работа, скажем, антигосударственная работа все-таки могла бы объясняться тем, что есть некое братство, есть, ожидайте там своими именами, вот одна банда идет против другой банды, одна банда называется ПСБ, другая называется иначе, но есть братство внутри банды, и эти деньги обязательно пошли бы за своих, и черт возьми, там какая-то солидарность, пусть даже внутри банды, можно было сказать, но это же за своих ребят, а не было ли возможности, что просто возьмут за Джабраилова 2 миллиона, за любого из братьев Джабраиловых, а заплатят потом немножко меньше, потому что 2 миллиона это, наверное, очень соблазнительно выглядит, да? Да, ну, я вам что хочу сказать, когда ставилась эта задача, в принципе, мы были уверены, что по-честному все будет, естественно, за своих сотрудников мы бы жизни отдали и так далее, потому что любой, допустим, из нас в такой ситуации бы оказался, я, допустим, уверен, что у меня бы сотрудники, они бы все сделали тоже для освобождения. Ну, для этого, для нормальной, для того, чтобы освободить людей наших, были другие методы, понимаете, это есть опыт не только в зарубежных странах, я до этого участвовал в кое-каких делах, вот, вы знаете, неплохо, то есть мы освобождали людей непосредственно сами, ни за какой выкуп, до этого мы не опускались. Ну, естественно, не обходилось без, ну, без вот этих издержек. Но убивать милиционеров не приходилось своих. Да, я до этого не милиционеров, это просто граждане России. Я сейчас чуть-чуть пару слов скажу, как я попал. В эту ситуацию я попал в следующем образом. Я оказался на совещании в отделе, где-то ждался вопрос о том, что, на как провести операцию по краже Джабравилова и получение за него денег. Вот. Я, почему со мной советовались, потому что я в течение долгого времени, года два, работал, даже года три, совместно с РОПом и совместно с милицией и сами проводили операцию, вот, когда кикдеппинг ворует людей в Москве, прячут их, а потом просят деньги. Работал по грузинской группировке, в которой воровал людей. Грузины очень много воровали друг друга здесь, именно своих, и просили деньги. У меня большой опыт был именно по розыску этих людей, поэтому ребята меня пригласили послушать, как это делается, как ищут. Когда это все услышал, я сказал сразу, ребят, это, ну, бред сумасшедшего просто, вы извините меня, просто. И там присутствовал подполковник Бальде еще, который, это, один из лучших снайперов в «Импеле», он просто сказал, я этим заниматься не буду и вам не советую. Парень с опытом службы может быть оперативного опыта у него и недостаточно, а служебный опыт большой. И он сказал, говорит, у нас, во-первых, нет функциональных обязанностей, пусть отдают приказ. Вопрос стал об этом. И я еще сказал, говорю, извините, это что, задача государственная вообще-то. Мы с Александром Ивановичем разговаривали, подожди, если это государству надо, пусть нам, ну, это все будет на государственном уровне, а это было на каком-то, ну, как он назвать, какой-то на кустарном уровне, полубандитском. Вот что меня поразило. И мы тогда, в принципе, в своем коллективе полностью отказались, приняли решение этим не заниматься. Пришли к такому еще... По срокам, когда это, какой месяц? Сейчас еще чуть-чуть закончу. Даже было такое предложение, раз начальство мне дает приказ записать их на пленку, что если потом мы это сделали, нас возьмут, и мы эту пленку дадим, что нам отдали приказ. Я тогда тоже сказал, что мне извините, и мы дойти до того, чтобы своих генералов на пленку записывать, я еще не дошел. Я никогда генералов и своих сотрудников на пленку не записываю. Я считаю, у офицера должна быть честь и совесть. Если начальник отдает приказ, он должен всегда сказать, да, я его отдал, а не бегать, извините меня, как крыса, не прятаться от своих подчиненных. Вытаскивайте. Тогда мы решили, значит, это... Садя, может быть, я закончил? Да, я хотел просто по срокам понять, вот эта операция, с Джабраиловым, когда? Сентябрь, Трепашкин, Джабраилов. У нас был Джабраилов. Джабраилов. Я помню, 12 как раз ноября, Джабраилов, там, День милиции, по-моему, он был в кинотеатре России. Не на День милиции. О, значит, танцоры, это чеченский известный, это... Асимбаев. Да, 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 они в России, в кинотеатре России, собирались. Мы тогда начали отталкиваться и работать уже по ним, тогда уже вошли туда, работали по лицам, конкретно по нему круг общения. Ну, Джабраил приехал тогда. И за границей он прилетел тогда. Да, он как раз приехал с подвыпившими сотрудниками милиции, ну, там были майоры, я помню, в форме были. Ну, они домой даже не заскакивали, поехали на другой адрес. Вот. Ну, мы, в принципе, свели вот эти мероприятия на нет, только за то, что было много сотрудников милиции, сами понимаете. на это будет идти нельзя. Это вызвало конфликт с руководством? Да, абсолютно. Они ни один документ не подписывали непосредственно. Я, как низшее звено, исполнял это все. Категорически генерал-майор Макарычев, это заместитель Евгений Григорьевич Хальков, замначальник управления, сказал, если хоть один документ появится, ничего не фиксирует, работайте так. Да, под прикрытием других документов мы... Работа по Теченской организованной преступной группировке, которая существует в Москве, это всем известно, так как и славянские, но это просто этническая группировка, любые документы по этому поводу было писать запрещено, и работать можно было просто так. Это уже второй случай, когда... Это перейдило полностью. Значит, на итоговом совещании, которое проводилось по итогам работы за год, когда всех сотрудников опрашивали, кто, ну, генерал-майор Макарычев его проводил, весь отдел собрался, и он каждого опрашивал, кто что сделал за год, ну, по конкретным делам. Когда поднял майора Понкина, он сказал, что вот работаю по таким-то материалам в отношении Джабраилова. Но работа в настоящее время остановилась, потому что нам было распоряжение выкрасть с целью получения денег. А так как руководство, значит, сначала поставило команду этим заниматься, фактически все было проведено, полностью была спланирована операция. Я хочу заметить, что операция была спланирована полностью. Люди выезжали на рекогностировку, начальника отдела вывозили показывать дачу частного охранного агентства СТЕЛС, где его прятать, там в подвале или где там ее должны быть держать. Значит, мало того, начальник отдела знает адрес, это в районе Люберска, по-моему. Да, Егорьевск, в районе Егорьевска. Значит, дальше, силовое подразделение, сотрудники 6-го отдела были вызваны на совещание, они должны были силовую акцию брать его. Значит, они отказались этим заниматься, есть свидетели. Я хочу заметить, что операция была спланирована, это очень важно. Почему? Да, в дальнейшем это будет важно, с юридической точки. Значит, и об этом все, ну, об этом Понкин рассказал на итоговом совещании Макарычева. Макарычев все это выслушал в присутствии сотрудников. Однако, если он такой честный человек и офицер, как они сейчас, извините, чуть-чуть в перед забегу, заявляют, что мы там сумасшедшие, ненормальные, все это выдумываем, почему генерал-майор Макарычев в рапорт написал на имя директора, что группа сотрудников значит, планирует операцию хищения российского гражданина с целью выкупа? Возможно, такое, что ваш руководитель не согласовывает с Ковалевым? Значит, я не знаю, согласовывают с Ковалевым нет. Я в беседах с Николем Дмитриевичем у меня была встреча с ним, когда вот эта ситуация начала назревать, вообще, я почувствовал эти методы ненормальные. У меня была с ним одна беседа, я его говорил, что, мол, проблемы в работе возникли. Вы просили нас заниматься делами, хотя бы мы проводили операцию по подорольскому преступному сообществу и там полностью банда была в принципе разгромлена по большому счету. И он попросил проводить такие мероприятия тоже. Я говорю, мы пытаемся работать в методах законно, ну, как положено. Уголовные дела, в правом поле, разрабатывать преступников, сажать их в тюрьму и проводить оперативное сопровождение в уголовную гео, как положено, как мы должны. Нам этого не дают работать, почему, я скажу ниже. У меня есть факты конкретные. Вот. А навязывают какие-то ненормальные методы, которые называют нетрадиционными. И что же он отвечает? И попросил, значит, он говорит, ну, там, Александр, там, в общем, вы понимаете, там, значит, как же он мне сказал-то, я, а, вы приходите ко мне, все это говорите. И дал команду, говорю, разрешите тогда к вам напрямую приходить? Да, говорит, приходи. однако, после этого начальник отдела мне сказал, что якобы, я этого не знаю, был автор, что Хохольков сказал ему, что, значит, директору, ну, директору не нравится, что я к нему хожу, и передали, мол, начальник отдела, Хохольков очень недоволен, что я хожу к директору. Понимаете, какая ситуация? Директор говорит, приходи, а с другого боку подходит информация, что не ходи. И все-таки, может быть, что управление занимается противоправной деятельностью отдельно, само, то есть, это структура внутри ФСБ, которая сама работает, идет в собственную игру, Повалев об этом не знает, знать не может. Это, это сейчас мы дальше вот сделаем. Я скажу, на ваш ответ, я скажу, что о мероприятии знают все, включая Николая Дмитриевича Ковалева, вот, потому что Макарыч мне сказал, что санкция директора есть, сотрудники шестого отдела нашего сказали, где она письменная. Ну, естественно, ее не было. Вот, до этого, ну, когда они отказались, у меня Хальков спрашивает, почему не проводите мероприятие, ну, я нашелся, сказал, что сотрудники шестого отдела отказались. показывают. это не документы еще не зарегистрированы. То есть, это внутренняя переписка какая-то, которая потом никак не может не зарегистрирована. изложение мыслей по этой ситуации на бумаге, которые подлежат полностью регистрации и как внутренний документ, где-то фиксации в определенных документах, и оно должно лежать определенный срок. этого ничего не было сделано. Мысли были изложены на бумаге, но никто из руководства, поставив задачу, не хотел отвечать за то, что могло бы произойти. Они ставили задачу, но ответственности боялись, поэтому ни одна бумага не была не подписана ими, ни одна бумага не была зарегистрирована. Вот уже два случая, когда вы не выполняете приказ, да, или распоряжение. Я не знаю, потому что приказ это нечто документальное. Говоря приказ, мы подразумеваем, что офицер офицеру дает приказ и офицер офицеру в рамках устава и прочее. Это похоже на какое-то такое распоряжение. Приказы бывают письменные. Приказ, естественно, да. Но приказ фиксируется. Усный приказ, созданный любым начальником, в конце концов, где-то должен быть фиксирован. И последней каплей, последней каплей, то, что произошло, это произошло в тот день, когда нас сняли с мероприятия. Мы работали подожди, сейчас расскажу более понимательно. Значит, что я хочу сказать по приказам и распоряжениям. Фиксируется, не фиксируется. Начальники отдавали приказы устные. Устные, это тоже приказ. Мероприятия проводились. Проводились рекогностировки. Значит, проводились, вы телефон слушали, выполнили, выполнили. Нет, пейджер. Ну, проводились как гностировки, наружное наблюдение работало там. Работало, работало, да, постановление в суде было, работало наружное наблюдение в отношении... Да, подожди секунду. То есть, выписали постановление, но никто не подписал. Значит, работало наружное наблюдение в отношении Джабраэла. В отношении Джабраэла проводились оперативно-розыскные мероприятия по закону ОБРД. Но в законе ОБРД сказано, что оперативно-розыскные мероприятия проводятся цели для предотвращения тяжких преступлений, либо для раскрытия преступлений. По основаниям, если есть данные, что гражданин возможно будет преступление. А здесь, в отношении Джабраэла, оперативно-розыскные мероприятия проводить для того, чтобы его украсть и получить за него деньги. Это разные вещи. Согласитесь. Вот в чем суть. Это, ну, это минимум золокуриное служебное положение. После второго случая, что происходит? Вы уже дважды срываете важные мероприятия ФСБ, которые совершенно нарушают закон, логику и мораль офицеров. Вы попадаете в черные списки, с Вами перестают разговаривать или Вам больше никогда не дают подобных поручений? Начинается дальше следующее. Мы, не выполняя этим распоряжением, мы все равно работаем как положено. Мы, значит, задерживаем людей за совершение преступления. Но не мы задерживаем прокуратуру, а мы проводим оперативно-розыскные мероприятия в отношении лиц, которые занимаются в Москве бандитизмом, разбоями, грабежами. Чем мы должны заниматься? В принципе, по закону. Мы по закону продолжаем работать. То есть, это работа идет? Да, идет. Но нам в этой работе, значит, начинают чинить различные препятствия. Они подписывают оперативные документы, заявляют, что Вы занимаетесь ерундой, что это мелочь, что люди, допустим, это люди слишком мелкие для ФСБ, надо более крупные. и, значит, я конкретно скажу примеры, которые мы провели, люди, значит, возбужденные уголовные дела есть. Вот, значит, вот, и, значит, серьезный момент вот какой. 27 декабря 1997 года, ну, вернее, начиная с 24 декабря, у нас поступает оперативная информация, что в городе Москве действует вооруженная преступная группа, занимающаяся разбойными нападениями. И была информация, что якобы некоторые члены в розыске за убийство. Мы выезжаем вместе с сотрудником Московского уголовного розыска оперативно-розыскного отдела это Петровки. Значит, и находим квартиру в Митина, где якобы должны находиться эти преступники. Но преступников в квартире нет, находится там муж, жена или сожительница, которые нам были свидетелями этого разбой. Они говорят, да, мы присутствуем при разбой, но разбой совершили сотрудники милиции. Сотрудники Московского ОМОНа. Мы, значит, фамилии устанавливаем. В принципе, это, я считаю, очень серьезная информация, когда сотрудники милиции с оружием в руках грабят. Уж серьезнее некуда, я думаю. И как я это понимаю. Они, значит, то, что это, извините, принимает массовый характер, это серьезность, остроты не снимает. Если, извините, раньше не было этого, а сейчас каждый день 10 раз боев, то это тоже серьезно. Правильно? Каждый отдельный случай, тем не менее, должен наследоваться. И еще более серьезно, что массовый характер все это принимает, я считаю. И органы ФСБ, считай, должны этим заниматься. Вот. Мы находим, значит, устанавливаем потерпевших, устанавливаем этих сотрудников милиции, совместно с управлением собственной безопасности ГУВД Москвы, выезжаем в прокуратуру, потерпевших приводят в прокуратуру, прокуратура принимает, значит, проверяет материал, нет, заявление принимает милиция, местная для милиции, сбежает прокурорские следователи, возбуждают угол на дело и начинаем работать. Задерживаем этих сотрудников милиции, значит, 26 на 27 мы работали, 26 целый день, 27 ночь, фактически часов 26 не спали вообще. Задержали двух сотрудников ОМОНа, значит, они полностью признали, осознались полностью, что да, разбой был, поехали, вещественные доказательства, кровь там срезали в ковре, там били этих коммерсантов, отобрали машину, вот, выколачивали, оружие, оружие, значит, оружием били, показали достоверение, значит, вымогали деньги, ну, это в общем. Ну, проводим мероприятие, значит, и как раз Камышников в это время был назначен на должность замначальника управления. Временно исполнитель. Значит, вдруг под утро, да, и милиция дает сводку о раскрытии. Естественно, мы тоже должны доложить руководству. Я докладываю, начальника отдела не было, он был дома, я ему звоню и говорю, Александр Иванович, значит, провели мероприятие, возбудили уголовное дело и выходим на сотрудников милиции вышестоящего подразделения. Я считаю, материал серьезный, надо работать дальше. Двое суток, двое, трое, трое, но мы должны сейчас их всех задержать, закрепиться и работать дальше. Я считаю, этим мы должны заниматься. Это правильно, как сотрудник милиции оружие в руках грабит. Это же беспредел. Александр Иванович говорит, давайте, работайте, молодцы, все, если надо, камышников связывается со мной и говорит, срочно все мероприятия прекратите возвращаться. Я говорю, Александр Петрович, как это прекратить? Милиционеры, в принципе, местные для милиции, у меня был разговор с зампорозовского, он говорит, вы знаете, у нас могут быть проблемы, потому что, ну как, милиция, милиция. Я ему говорю, вы знаете, вы на нас ссылайтесь, не бойтесь, давайте работать, ну как же, хотя он говорит, да, на нашей территории беспредел творят, как можно, готовы работать. Вызывает нас, камышников, звонит, прекратите разные мероприятия, как прекратить, работать надо, ну вот уже все, прекратите все, я приказываю. Мы выезжаем обратно, я ему докладываю по телефону, Александр Петрович, ваше приказание выполнено. Что ты так официально? Я говорю, ну как вы приказали, я доложил, все, едем по домам. Хотя ребята были возмущены, хотели довести до конца. Он говорит, ну если хочешь поговорить, приезжай ко мне. Я говорю, можно мы все приедем? Приезжай. Мы приехали к нему, его кабинет на четвертом этаже, кстати, через кабинет, кабинет министра ФСБ, доме 1-3, улица Большая Лубянка, дом 1-3, корпус 1, по-моему, да, корпус 1 или корпус 2, ну, в основном здании. Поднялись к нему, там присутствовал я, майор Понькин, полковник Шибалин и лейтенант Латышонок. Старший лейтенант. старший лейтенант сейчас уже. вот всех, кто проводили мероприятия. Они сидели на диване втроем, я сидел вот прям рядом с камочкой, так, в стуле стоит. Начался разговор, в общем, вот вы там ерундой занимаетесь, это не работа, в общем, и пошел разговор о методах, реформах работы. Он говорит, надо больше нетрадиционным методом. Я говорю, ну, понимаю, нетрадиционные методы нужны, но они как должны быть там, ну, там подстава, я понимаю, это так, допустим, там оперативный эксперимент, вот эти методы, да, они нужны, конечно, внедрение в преступные группировки, там, своих людей. Это все надо. Он говорит, нет, надо более крупно, надо, значит, возглавить организованную преступность. Я говорю, как это ее возглавить, подождите, я не пойму, как это, ну, вот ваши люди должны, короче, быть во главе банка. Я говорю, подождите, как люди во главе банка, их сажать же надо за это. Как их выводить, как вы понимаете, ввести людей, хотя, вот если чуть-чуть отойти в сторону Камышников, он большую часть прослужил в силовых подразделениях, а я в оперативных, есть разница. Вот их поставить, чтобы они руководили, подождите, как, я не согласен, надо это в момент обдумать. Вот. Вот ты, говорит он мне, пример, к шалашу скач, рубишь голову, надо пробраться, и, в общем, отрубить голову там главному. Потом, значит, разговор пошел, что ты понимаешь, что есть люди в стране, которые, значит, а, он, вот, директор, ну, там, ерундой занимается, директор поставил, у нас, нам главная задача, это сотрудников наших вытащить, и, вот, вытащить сотрудников, вот этих двоих, которые в плену, и разговор затронуть Джибраилова, вот именно. Я не буду, значит, возвращаться, но я скажу так, что он сказал, что вот мы, нам сказали его выкрасть, а потом вроде как отказались, а Камышников говорит, давайте, надо его воровать. Опять говорю. Потом, значит, вторая... Ответственность ему, да, вторая задача, значит, была поставлена, которая, это, значит, выявлять квартиры чеченцев, которые здесь, значит, в Москве прячутся, ну, на случай чрезвычайно, ну, это, я считаю, это надо, потому что, если, допустим, чеченские бандиты, там, здесь сидят с оружием в руках, и в час пик выйдут, начнут стрелять людей, это святой долг их искать, правильно? Это, я согласен полно. И третья задача, вот он, как пошел там по задачам, все, потом подходит ко мне, а, там еще какой разговор, зашел у нас перед этим, что, я говорю, вот директор нам сказал работать такими методами, выгодить такими, а ты что, бывал директором? Да, бывал, ну, были проблемы, заходи, вот я сколько прослужил, ни разу у него не было, ну, у меня просто так сложилось, что я работал по раскрытию взрыва Бориса Березовского и убийства Листьева, поэтому у меня, ну, я знаком с Березовским, есть некоторые вопросы, которые, естественно, проходился с директором и сговорки с ним, ну, есть вопросы, он меня иногда просил к нему зайти, вот, так случилось, что у меня это, я говорю, вот, поэтому я заходил, и вот, когда он начал ставить задачи, вот эти, он сказал, одна, вторая, третья, потом подходит ко мне, а вот тебе, говорит, а, точно хочу, вот это слово. Он сказал такую фразу, а вот есть такие люди, до которых руками органов добраться нельзя, то есть, не этот, Сергей, возвращайся к своей теме, когда, про влияние, да, а вот, ни налоговая инспекция, ни Федеральная служба безопасности, ни МВД, уже этих людей тронуть не может, потому что эти люди обладают таким капиталом, то есть, он противоречит всему в своем разговоре и говорит, а вот ты, ближе к одному из них, ты его, говорит, прикрутил, и вот тут первый шок, ты прикрутил Березовского, это он ему сказал. Когда он, говорит, прикрутил, что он имеет в виду? В бандитском понятии прикрутить коммерсанта, то есть, когда Жули приходит к коммерсанту и говорит, родной мой, значит, если ты мне не будешь платить, например, ну, у нормальных это... А, то есть, имелось в виду, что вы ракетируете, в потертых штанах, но дело не в этом. я думаю, если бы он был ракетиром и получил такого марш, такого марш, он бы как не сидел, наверное, сейчас, смотрите. Вот. И второй разговор, тут же был вопрос, не вопрос, это было, это было полуутверждение, полупросьба, я его расцениваю, в принципе, как распоряжение, потому что шла одна задача, вторая, а потом, тебе необходимо, значит, быть готовым или готовиться убить Березовского. Убить ли ты? Да, готов ли ты, а потом он сидел в стол, потом встал вот так, подошел ко мне, вот так, ну, ты должен убить Березовского, вот так, ты должен, готов ли ты убить, а потом... Это при свидетелях? Да, присутствует трех офицеров, и почему... Вы там находились, и почему я сейчас, у меня такое сомнение, почему он подошел, встал за стола и подошел. А вас не было в этот момент президента? Мы сняли с ночного мероприятия, мы спали сутки. Что я ему ответил? Пожен Древь, это самый конец 97-го года. Что я ему ответил? Я, значит, он когда сказал, тебе, значит, надо быть готовиться вот к этому, я сразу раз дергался, а потом, когда ко мне подошел, его надо убить, я ему так вот показал, вот так вот, на висок, и вот так поводил, потому что мы сидели в кабинете Осанчева. Это бывший помощник Барсюкова, и в кабинет мог просто прослушаться. Я ему говорю, Андрей, подожди, я ему говорю, выговор, вот так показал. И вот с этой системы отошел, и начался, у нас разговор пошел дальше. Ну, разговором состоялся два с половиной часа, я не буду его полностью передавать, вот, это долго. Вот, основная тема, что была фактически поставлена задача готовиться убить Березовского. В связи с тем, что... Не мотивация, ничего. Ну, в связи с тем, что, я так понимаю, до него органы добраться гласно не могут, надо его негласно убрать. Понимаете? Я сначала, меня это, ну как, ну, извините, во-первых, я Березовского знаю, я отношусь к нему достаточно положительно, неплохо отношусь к Березовскому, поэтому я считаю, мне просто было это, ну, как, ну, если ты знаешь человека, и завтра скажешь, что убить Доренко, извините, ну, мы с вами общаемся, ну, естественно, будет неприятно, мы с вами за ним сидим, а надо сказать, что убить, потому что Доренко много говорит по телевизору, и мешает кому-то, надо его это. Вот. Поэтому я, естественно, ну, насторожился, и у меня вот тут, конечно, отложилось в голове вот эти слова. Эта история никогда не продолжалась? Нет, я сейчас дальше поясню. Мы вышли из кабинета, приехали, и позвонили начальнику отдела, ну, естественно, интересно, а дальше у Камышников начал разговор, мне что, хочу это отметить, он сказал, вот вы ли у нас замначальника отдела есть, и с которым, ну, там отношения очень складывались, и мы ему сказали, вот он там, значит, ну, по некоторым вопросам, скажи, что мы с ним, мягко говоря, не согласны. И он сказал, вот, мы люди команды, я человек команды, значит, за ним есть команда, и вы люди команды, у вас команда есть, а вот, Йенин, он не человек команды, замначальника отдела. И, значит, вот наша команда бы, если бы с вашей командой, Было бы неплохо вместе. И потом пошел этот разговор, и в конце он сказал, что если этот разговор уйдет из моего кабинета, я с вами больше разговаривать не буду. На этом мы закончили, вышли и, естественно, обсуждали эту тему между собой, как приложили команды с командой жить. И мы позвонили, поехали к начальнику отдела домой. Приехали к нему домой, накрыли стол, посидели, переговорили о мероприятии, обо всем. И я ему сразу рассказал об этом, что разговор был Березовску убивать. Потом, в связи с тем, что не спали, уже часов 30 спать хочется, я попросил Андрея, чтобы он довез меня до дома. Ну, я не на машине был. Сели мы и поехали с Андреем. Андрей мне стал рассказывать, что подскажи Абрамовичу, ведь они живут в Аллафнах. Я говорю, Андрей, ты что думаешь, это серьезно сказано? Он говорит, да ты что. Ну, я тоже посчитал, ну, как распоряжение. Одно, второе, третье, я думал. Либо похоже на большую провокацию. Да, либо похоже на нас, либо на глупый замысел немного человека, который начинает заниматься опросом в отношении человека с определенным широким кругом, по крайней мере. Андрей, даже сейчас. Вот. И я, значит, с одной стороны думал, нет логики, он же знает, что я его знаю, по идее могу рассказать ему, он меня спросил. А потом, значит, Андрей мне говорит, слушай, Саш, ты скажи хлопнуто Абрамовича. Хлопнуто они его делают, он мне так сказал, довез меня до дома. Говорит, ты скажи ему, я тебя прошу. Я говорю, а что, ты знаешь, говорит, он еще машину остановит, не уходи. Он, говорит, связан с ассоциацией бывших ветеранов ВИТИС. А я служил в Камышников. Имеют общих друзей. И у нас были материалы, что они бандитствуют крепко, причем заказаны убийства. Ну, это целая схема, это долго можно рассказывать. Информация была. А я в свое время, работая в военной контрразведке, обслуживал это подразделение. Ну, я обслуживал 2-й полк мотострелковый, оно организационно входило. Ну, как объект, я его не обслуживал. Но бывали моменты, когда они были оперы, я его замещал, тоже с ними работал. В Цхинвале с ними выезжал, кстати, вместе. А потом, когда я ушел, Андрей их обслуживал. Но Андрей позже. Когда я был, тогда, там более-менее еще дисциплина была такая более. А сейчас вот, ну, когда вот эти все события пошли, все это все происходит. Андрей говорит, ты знал бы, чем они сейчас там занимаются вообще. Ну, не сами в подразделении, а те, кто уволен в запас. Они же общаются с теми, кто служит. И, естественно, он знал, какая это была. Это, говорит, серьезные люди, там, заказаны убийства, все. Ты скажи Абрамовичу, а не его уделы. Ну, я, естественно, ну, как, просто прийти к Березовскому, сказать, Борис Абрамович, вот такой разговор, ну, думаю, что человека, в принципе, пугать лишний раз-то. Зачем надо ходить там. Ну, может, пошутили, может быть, действительно провокация. Там была борьба мотивов. Серьезные, это не серьезные. Ну, естественно, я, как оперативный работник, я считаю, должен это дело проверить. Естественно, с чего начинать. Я решил, я раньше с Камышником никого вместе не служил, я решил посмотреть, что же это за человек Камышником. Я начал общаться с людьми, с которыми он служил раньше. Ну, я не собирал на него информацию, но с людьми общался, и мне люди рассказывали про него, так скажем. Я встретился с полковником Платоновым, это бывший, он, по-моему, даже начальником отдела у него был в свое время, Камышников одно время, ну, человек, который с ним служил. И вот он мне рассказал интересную вещь, что в свое время, работая по одному террористу, достаточно известному, ну, как известному, ну, человек достаточно известный, ну, его, значит, подозревали, ну, как сказать... В организации проведения террористических актов. Да, в организации проведения или подготовки террористических актов. Я по делу не работал. Ну, Платонов был начальником отдела, дело было у него в производстве. Я не могу назвать его, ну, название дела, человека я не буду назвать. Просто я констатирую факт. Я вам не могу это сказать, это уже служебная тайна. Но, если прокуратура заинтересуется, лица, имеющие допуск к секретным сведениям, я назову и название, все. Вот, значит, Камышников, значит, был знаком с этими людьми и, так сказать, проводилось в отношении этих людей специальное мероприятие. Я не буду тоже называть какое. В результате которого удалось получить доказательство того, что Камышников инициативно или инициативно вышел на этих людей и рассказал им, что ФСБ занимается ими, проверяет их и подозревает их в совершении террористических, ну, подготовке и проведении террористических актов. Вот, что мне стало известно. И были материалы. Кстати, в свое время эти материалы мне... То есть он выдал информацию ФСБ тем... Да, террористам, в отношении которых работают. Фактически это предательство совершил. Эти материалы мне давал Платонов. Я их... Ну, показывал мне кое-что, но он тогда не знал, что это о Камышнике разговор идет. И просил мне их перенести... Это были документальные данные? Да, документальные данные. Материалы прослушивания. Документальные данные, санкции суда. А как же Камышников до сих пор служит? Нет, это потом я расскажу, как он служит дальше. Вот, надо по порядку просто... Послушайте, пожалуйста, по порядку. И я эти материалы отнес генерал-полковнику Трофиму. Тогда он был заместителем директора ФСБ, заместителем Барсукова. И попросил Платонов, потому что там проходил по этим материалам, и начальник управления, генерал-лейтенант Семенов Камышников, пытался там выйти на Семенова. Ага. Чтобы они, значит, что... Они планировали, значит, дискредитировать Платонова. Как хотели сделать, значит, пометить деньги, как я знал, подбросить ему то ли в стол ночью, то ли пакет ему досунуть. А, значит, этот террорист пишет заявление, потому что они очень испугались, что Платонов вышел на них, очень испугались, и 200 тысяч долларов хотели даже подбросить ему в сейф. Там не в сейф, а в стол. Ну, там есть ключи, открывается, как самоход называется, открывает все кабинеты, вездеход такой ключ. Открывают, значит, кабинет ночью, кладут ему в стол. На утро обнаружили. А на утро этот пишет заявление, что Платонов завел на него дело, а потом, значит, за его закрытие потребовал деньги. Он ему заплатил 200 тысяч, и номера там, купюр, и, значит, вот ему отдал. У Платонова их находят, и, естественно, Платонова привлекают к ответственности. Ну, может быть, к уголовной там сложно, там разговор надо записать, но, по крайней мере, у Платона начнутся серьезные проблемы, его отведут от дела, и, естественно, дело потом развалится. Вот такую провокацию Камышников замышлял, как мне, со слов Платонова. Вот это мне рассказал Платонов. Кстати, он готов Платонов дать показания, если надо, и следствию по этому поводу. И эти документы передали генерал-полковнику Трофиму, чтобы он их показал Барсукову. Это тоже факт очень серьезный. Я понимаю, что Трофимов показывал Барсукову эти документы, потому что он не мог их не показать, серьезный материал. И, значит, Платонов писал рапорт Галкину. Сейчас Галкин Владимир Семенович является начальником следственного управления, генерал-лейтенант ФСБ. Он тогда был замначальником нашего управления, и Платонов на его имя написал рапорт, зарегистрировал его, как положено, и отдал ему с указанием подробным. То есть уже два высекопоставленных сотрудника знают? Да. Кроме этого, это знает майор Юдин, который работал по делу, читал эти материалы. Сейчас же полковник. Полковник, да, он или подполковник? Он начальник направления 6-го дела. Да, это знает. Поэтому это доказать несложно, что эти материалы были, даже если они уничтожены. Это было в 95-м году. Об этом и УСБ знают. Да. Я, значит... УСБ. Украина, собственно, безопасна. Я, естественно, получив такие материалы, что Камышников, значит... Предатель. Подожди, Андрей, не перебивай, пожалуйста. Что Камышников вышел на террористов, лиц, подразумеваемых в терроре, и выдал им эту информацию, значит, он с ними связан. А проверить их не удалось, потому что совершено предательство. И занимаются террористы они или не террористы, это неизвестно. Потому что то, что они испугались, значит, люди уже что-то за собой чувствуют. Значит, получается, Камышников связан с людьми, подразумеваемыми в терроре. Это тот человек, который мне говорит убить Березовского. Секунду, но он был замом Барсукова в то время, верно? Кто? Камышников. Нет. Трофимов. Он сообщал Трофимову. В общем, цепочка выходила на Барсукова. Да, выходила. Сегодня этот же человек служит у Ковалева. Вот это я не очень понимаю. Нет, я дальше объясню. Дальше. Чтобы не прерывалась логика. Я хочу понять, что если тогда была плохая цепочка, а сейчас она, например, хорошая, то какая же в ней разница, если Камышников и там служил, и здесь служил? Сейчас я объясню. Теперь, значит, я... Это чуть позже. Значит, я начал дальше. Это факт меня заинтересовал, что человек, который фактически связан с террористами, говорит убить Березовского. Это уже не просто болтовня. Это, извините, не женщина на рынке сказала. Это в служебном кабинете. Дальше. Я разговариваю с полковником Шибалиным на эту тему. Обсуждаем. Шибалин говорит, ты знаешь, в 93-м году бывший сотрудник ФСБ, сейчас уже уволенный, Соболев, кличка Папа они называют, и Камышников, ему предлагали спрятать автомат Калашникова с глушителем. После убийства двух авторитетов. После убийства якобы двух авторитетов. Я это... Вот это со слов полковника Шибальна, он готов это подтвердить. Естественно, глушитель это только для заказных убийств. Ну, человек даже себя защищать, а глушитель не нужен. Это, в принципе, когда по оружию с глушителем, это оружие террористов. Второй факт, который меня заинтересовал. Потом подходит ко мне начальник отдела, Александр Иванович, и говорит, Его вызвал Хохольков, и один на один сказал, что надо, значит, отработать по Березовскому. Это уже второй факт. Это уже второй факт, да, в ноябре. Нет, ну, здесь немножко не так, Саша. Как там было? В принципе, здесь разговор был о том, что и разговор о сотрудниках отдела, сотрудников отдела, о том, что люди готовы выполнить любой приказ. По этому принципу люди подбирались в отдел, потому что работа сопряжена с особыми условиями и спецификами. Он меня спросил, это было в ноябре, но лично ты бы убил бы Березовского. Я сказал, что если будет санкция, еще так показал двумя печатями, подразумевая прокуратуру и нашей организации, с соответствующими материалами, подтверждающими, я говорю, ну, тогда не только, наверное, Березовского. То есть, ну, в этом плане. Ну, ну, это, понимаете, что здесь можно сказать? Начальник управления задает этот вопрос. Через месяц его заместитель задает... Вам задали это в ноябре вопрос? Да, этот вопрос другим подчиненным, ну, здесь усматривается что-то. Допустим, ну, ладно, в одном деле, в одном вопросе Березовский, во втором вопросе могли придумать другую фамилию, правильно? Если говорить о принципе совершения чего-то. Здесь был один конкретный человек. Отсюда можно делать выводы, собственно. Потом, значит, ты еще продолжаешь? Нет, все. Потом, значит, я... Ну, в течение месяца вот это вот все мы оценивали. Вот, потом, значит, естественно, вот эти методы работы, которые навязывались нам. Далее, потом мне... Еще мне стало известно, значит, я зашел в кабинет полковника, полковника Семаева, помощник начальника управления. Он сидит на компьютере, печатает. Володь, что печатаешь? Он говорит, вот, в прокуратуре уголовное дело на меня. Нет ли у тебя знакомых генеральной прокуратуре? Надо закрыть, а что случилось? Так, говорит, по указанию руководства вывозили там одного коммерсанта в лес. С Измаева? Ну, как потом я узнал, якобы за выбивание выбивали деньги. Закапывали ему могилу, расстреливали его там, якобы, ценил расстрел. Выколачивали с него деньги. Потом его привезли... Это щекочистень писал, говорит. Потом привезли его в приемную. Там с ним встречался замчальника управления Степанов. Подставили, это неплохой мужик Степанов, подставили его. Беседовал с ним. Потом, значит, его обратно куда-то отвезли, отпустили. Я говорю, Володь, ну и что? Ну, я ему так сказал, ну а что? Скажи, что мы, мол, этого не делали. Ну, как же я скажу, когда там свидетели, водители, его телохранители, или там два водителя, свидетели были. И он написал заявление, сейчас нас делал. Говорит, слушай, так это тебе тюрьма, а? Говорит, слушай, суши сухари. Ты что, говорю, присвидел. Он делал это по собственному почину? Нет, ему приказал Хохольков. Потому что он, Володя, он дисциплинированный парень, в принципе. И даже, может быть, где-то это выгубит. И, значит, его вот это застали. Он очень был испуган. Я говорю, ну слушай, ну чем же я тебе могу помочь? Ну что же, я приду в прокуратуру, скажу, вот наши украли человека, а вы закроете дело. Как следовательно можно закрыть дело, в принципе, если есть доказательства. Правильно? Хотя потом я узнал, что дело все-таки было в главной военной прокуратуре закрыто. Я хочу учесть, в главной военной прокуратуре. Вот. И, естественно, все это оценив, видя весь этот беспредел, который, в принципе, извините, говорю бандитским языком, беспредел, который творится в управлении, и все эти разговоры, я понял, что это реально. Я, значит, ну, время прошло, я позвонил Борису Абрамовичу, помню, в субботу вечером, говорю, Борис Абрамович, я хотел, честно сказать, я хотел, значит, в связи с тем, что я работал по покушению на Березовской, я хотел с ним встретиться и опросить еще его. Может быть, он замечал за собой там слежку, подходы, угрозы. Может быть, я же не знаю, может, они его хотели деньги с него там вымогать, как с других. Я же не знаю этого. К этому моменту вы уже уверены, что Хохольков может работать... Вы пытаетесь выяснить, если подходы, так называемые, то есть слежка, да, говоря другим языком, за Березовским, в связи с тем, что знаете, что Хохольков, вот уже почти полгода, видите, это работает бандитскими методами. Да, я позвонил Борису Абрамовичу, это было где-то, ну вот, в воскресенье, он тогда на снега Кате упал, тогда он травм упал. В феврале месяце. Да, в феврале, я позвонил ему в субботу и попросил встречи с ним. Значит, это было вечером разговор, он говорит, хорошо, подъезжай в понедельник. В понедельник я позвонил, он уже получил травму тогда, и встретиться мы с ним просто не смогли. До его возвращения. Да, до его возвращения, он вернулся в субботу или в воскресенье, не менее, в пятницу или в субботу, я в воскресенье или в субботу утром мы встретились с ним здесь. Я его опросил подробно, и опросил еще, кстати, его с телохранителем переговорил, может, они что видели. После этого, значит, он очень насторожился, и я ему, в связи с чем это, я ему объяснил, что вот такая ситуация у нас была, слышали сотрудники вот этих высказываний о Камышниках. Он говорит, а ребятам, ну, в общем, могут это подтвердить, все. Я говорю, ну, я думаю. Он говорит, что мне делать, я, наверное, напишу заявление в прокуратуру, потому что вот эти события с Листьевым, мы его обвиняли, потом, значит, вот эти, получение денег милиционеров с него, и, естественно, там, к ним вообще никакие меры не были приняты, когда они, ну, это известный факт, в газетах интервью было, можно это найти. Вот, я ему говорю, вы знаете, ну, в прокуратуру, конечно, можно написать заявление, но вы понимаете, здесь ситуация такая, что если все это станет известно, станет достоянием главности, что такие вещи происходят в ФСБ, разговоры такие, убить Березовского, то, в принципе, это будет нанесен большой, ну, такой удар моральный, скажем так, по всей системе государственной безопасности. И лучше от этого не будет, из-за некоторых, извините за выражение, непорядочных людей пострадают сотрудники, а сейчас такая ситуация, как я понимаю, в государстве, нельзя этого делать категорически. Я говорю, может быть, лучше подъехать к директору, и поговорить с ним вам. Он подъехал к директору, он, кстати, мне, да, мы встретились сначала, ребята, был Фонькин, Шабалин, и переговорились с ним, он понял, что это серьезно, после этого он поехал к директору. Приехал к директору, кстати, это, в приемной сидел, он переговорил с директором, и мы вышли, сели с ним в машину, он говорит, я с директором переговорил, все, ну, да, еще перед разговором, он говорит, ребят не называть, я говорю, ну, ребят не называйте, назовите одного меня. И мы с ним доехали в машине, он мне, ократце, сказал, что да, он назвал меня, и может директор тебя вызвать. Я позвонил сам директору, а он меня уже, ократце, искал. Я подъехал к нему, куда-то торопился, сидел в плаще, еще в кабинете, говорит, что случилось, расскажи, я говорю, так и так, он, назови мне этих людей, в общем, Конькина, там, кто был. Я говорю, это был Конькин, Шабалин, и там еще был Латышенко. Он говорит, ну, вы можете рапорта написать? Я говорю, да можем написать рапорта, в чем вопрос, напишем, если надо. Хорошо, говорит, давай тогда иди и напишите мне рапорта. Ну, так как я заболел, у меня больничный есть, в понедельник, я на работу прибыть не смог. Мне позвонили, позвонил в среду, утром, жена взяла трубку и говорит, тебе с работы. Я, это было где-то 10 часов, я беру трубку, мне говорит, с вами будет разговаривать Ковалев, по одной ночи домой не позвонил. Кстати, это, ну, спак, полковнику генерала армии звонит домой. Я говорю, слушаю, он говорит, Александр, ты бы не мог ко мне подъехать, вот в связи с нашим разговором, ну, в отношении Березовской, ну, в общем, по этой проблеме, как я понял, дословно, я не помню этот разговор. Я говорю, пожалуйста, только разрешите, я приеду не один, а приеду те люди, которые присутствуют по разговору. Ну, хорошо, мы приехали, ему все рассказали. Он говорит, ну, это, ну, это, говорит, как, мне что-то, говорит, не верится в это. Вот такой разговор был. Зачем это ему говорить, он же знает тебя, и почему ты через 3 месяца сказал Березовскому. Вот, я говорю, вы знаете, вот, ну, все объяснил, то, что говорю вам, по рыбамотивам, все это. Он говорит, ладно, кто такой Камышников, откуда он взялся, в общем. Ну, мы говорим, так писать аэропорта или нет? Он говорит, ну, в общем, говорит, ну, пока не надо. В общем, мы пришли к мнению все вместе, что пока аэропорта не надо писать, и он сказал, в отношении Камышников будет работа управления собственной безопасности и проверять эту информацию, были ли у него подозрения убить Березовского или не было. Ну, я считаю, это разумно, если начнут по нему проводить мероприятия, проверять, то он будет под контролем, Березовского никто не убьет, правильно, если верить директору, и все будет нормально. Мы собрались и пошли все по своим местам. Значит, после этого в четверг, это в среду было, в четверг звонит мне Александр Иванович и говорит Саша, он был тоже в курсе этой ситуации, а, даже Александр Иванович с нами был директор, да, по-моему, не был? Да, был. Да, директор еще поставил задачу, что никому об этом не говорить, только вот мы знаем и все, мы будем проверять, все, мы никому ничего не говорим. Александр Иванович мне звонит в четверг, в четверг, по-моему, и говорит Слушай, тут такая ситуация, она на меня служебное расследование назначает. Я говорю, как это значит? Ну, и я это дело связал с прессингом, что вот мы сказали Березовскому, и начался прессинг. Я приезжаю на работу, он говорит, вот генерал-майор Макаровичев, первый заместитель Хохолькова, в свое время прислал, говорит, обвиняет меня в утечке информации. Я говорю, что случилось? Секретная информация, что выдал секретную информацию. Ну, я говорю, что за информация? Ну, посовещаться, сели. Он показывал мне справку, поступившую, кстати, хочу заметить, из частного агентства, стелс этого охранного, вот он по каким-то вводочным делам. В общем, я... Я думаю, что я лучше, наверное... Да, я не... Не, не надо в него вдобаваться, просто тут ситуация такая, какие-то киоски там, или склад с водкой незаконной надо было. Ну, в общем, я скажу... То есть начинается работа, вас откладывают компроматами. Да, кстати, это вводочные дела, они вообще к нашей компетенции не относятся, справка не зарегистрированная, никем не подписанная, анонимка. Одним словом, начинается давление. Да, анонимка. По анонимке вообще надо анонима искать, а не работать. Анонима. Ну, он передал его в ГУВД, значит, на руководство ГУВД области. Александр Валерьевич, давайте я немножко поясню. Вызывает Макарычу, так и так у нас информация от Сталса, от того Сталса, которое подыскивает помещение, где людей прятать. У них есть информация о том, что в таком-то районе, ну, в частности, в Раменском районе, находится склад, вернее разливочный цех по изготовлению больших спиртных напитков. Говорит, сами подработайте и сотрудниковой милиции можно привлечь на стадии реализации. Подозрение, что милиция участвует? Да. Ну, да, сотрудник милиции, там есть один из ВЭП, но это было в справке указано. Ну, это было сказано таком, ну, будем так говорить, когда выходит распоряжение, его надо выполнять. До этого хочу пояснить, что начальник управления меня попросил собрать компромат на своего заместителя, первого, Макарычева, что-то якобы хочет занять его место и ну, тоже там борьба какая-то идет. Вот, ну, подсобирали мало информации, выяснили, через московское управление выяснили, что Макарычев прикрывает поступление суда фальшивой водки из Кабардино-Балкарии, там, Ингушетия, прикрывает одного из воров в законе, и через своего племянника получает деньги за это. Извини, сейчас я посню. Сейчас, Саша, минутку. Я занимался такими. Вот, затем, 30-го числа я получил аналогичные 30-го марта. 30-го марта я получил данные из ГУВД от своего источника, что действительно в Раменском районе есть разливочный цех, ну, небольшой. И там данную работу конкретного лица они, как у Дрелцева, прикрывают это сотрудники ФСБ местным. Вот, ну, имея... А от Макарыча я получил данные, эту справку от Стеллса, 2-го числа апреля. То есть, у меня были данные, которые можно было уже конкретно говорить о том, что Макарычев убирает своих конкурентов по бизнесу. То есть, моими, нашими руками хотел, ну, разгромить тех местных ФСБшников или там сотрудников милиции, ну, потому что мы все-таки центр, серьезное подразделение. Вот, и он думал, что мы это сделаем. Но, получив, получая эту информацию, ну, любой нормальный человек, я имею в виду, сотрудник ФСБ, ну, я, допустим, я все-таки, у меня достаточно богатый опыт работы по борьбе с терроризмом и по линии борьбы с преступностью, я возмутился. Понимаете, ну, мне, боевому офицеру, и громить какой-то ларек пивной, изготовление, которое изготавливает водку фальшивую. Я встретился с руководством управления, спросил, что у них, да, у них действительно есть подобная информация, я говорю, давайте вместе мы там вам подкинем еще примерно такую же информацию. А у Макаровича? Нет, об этой водке. Ага. Ну, тем более, у них была уже, сотрудники милиции знали. Об этом я беседовал с начальником ГВД Куликовым и первым его заместителем Чикмазовым Николаем Николаевичем. Ну, на этом порешили. Совместно там решили другие вопросы там по серьезной банде поработать. Вот, в это время, 6-го, по-моему, числа, 6-го апреля. Макарович позвонил ГВД, говорит, Александр Иванович, у вас лично был? Там подтвердили, что был. Вот, вы работаете? Те подтвердили, да, у нас наружное наблюдение там работает. Он на меня пишет рапорт начальника управления о том, что я слил информацию, то есть расшифровал сведения его. Ну, хотя, это, извините, такие сведения, что надо выехать в Раменский район после спросить где здесь водку. Тем более, это, естественно, не моя подследственность, и глупо, и стыдно этим нам заниматься, понимаете. Вот он мне объявляет, чтобы я написал оправдательный документ объяснения по этому поводу. и по этому поводу будет проведено служебное разбирательство. как правило, служебное разбирательство оканчивается, ну, можно было предположить, чем-то, несоответствие и так далее. Вот. Ну, меня, по большому счету, это возмутило. Зная, кто такой Макарычев, его дела о том, что он нашими руками убирает конкурентов, получая деньги. По нелегальному возу избирного, да. Вот. Он решил со мной еще свести таким образом счет. Я точно также подозревал, что это удар за ситуацию, которая сложилась, о том, что сотрудники обратились к Березовскому и сообщили ему данную информацию. Ну, естественно, мне ничего не оставалось сделать, как пойти на прием к директору ну, и расставить все на свои места. Директор тоже, естественно, возмутил, все как так, мне так сказал, ты боевой офицер и занимайся ерундой какой-то. После этого совещание срочно, вернее, разбирательство было срочно прекращено, ну, а дальше, говорится, по другому разделу у нас уже пошла полностью развертка, в частности, по этому случаю, по Герезовскому. пошел усиленный прессинг. Послушал, Андрюшин. Позже все. Потом, значит, начал Хохольков вызывать, значит, это было дело в пятницу, звонит Александр Иванович, говорит, с нами хочет Хохольков поговорить. Поздно, вечером, его держали, около десяти часов, он там сидел, мы сидели, ждали его. Говорит, с вами хочет Хохольков поговорить. Я говорю, насчет чего он хочет с нами поговорить, насчет Березовского. Я говорю, подождите, я, во-первых, с ним разговаривать насчет Березовского не буду. Почему? Потому что директор, не, не десять, было часов, ну, вечер был. Потому что, говорю, у нас есть распоряжение директора, никому об этом не говорить. И Хохольков подчиненный директор, поэтому мы с ним об этом говорить не будем. Если у меня вызов, я сказал, по этому вопросу я с вами разговариваю, отказываюсь, только присутствует директор, либо его команда. Отменится его, будем разговаривать, потому что я знаю, что Камышков и его подчиненный. И Хохольков такие разговоры вел. Получается, люди, в отношении которых нам обещали, что будет проводиться проверка, негласные, уже об этом знают. Это предательство тоже, между прочим. Я, значит, дальше говорю, я не пойду, ребята говорят, мы тоже не пойдем. Я тогда беру телефон, звоню в приемную и говорю, соедините, пожалуйста, Николай Дмитриевич. Меня тут же соединяют. Я говорю, Николай Дмитриевич, такая ситуация, нас Хохольков вызывает. Он мне говорит, я ему ничего не говорил. Я говорю, откуда он знает о Березовском? Он говорит, я ему ничего не говорил. Я говорю, хорошо, а кто так говорил? Подожди, я сейчас перезвоню. Он мне перезванивает минут через пять. Вот это сказал Александр Иванович. Александр Иванович, да? Приезжает Александр Иванович от Хохолькова. Мы его спрашиваем, Александр Иванович, ну, почему вы сказали? Директор же сказал, директор же сказал, он не говорил. Он говорит, я не говорил, просто мне, я передаю, что сказал мне Александр Иванович. Мне, говорит, директор заставил. В общем, он сказал, что у меня будут сильные проблемы, ты скажи. Ну, в общем, я так понял, они хотели подставить Александра Ивановича. А вы встречались с директором, а он вам сказал об этом? Нет, ситуация была таким образом. Дело в том, что Хохальков до этого, очевидно, знал, я уверен, что знал, почему он пришел, как-то я сказал, что я был, какое-то выражение, оглушен, ну, что-то в этом роде, тем, что услышал. Кто эти сотрудники, ну, я сказал, естественно. Вот. Затем он через некоторое время, ну, это уже, по-моему, на следующий день, на следующий день, где-то порядка в 19 часов, Хохальков говорит, я хочу встретиться с ребятами. Или, давай, говорит, с Шибалиным, я все-таки с ним вместе воевал. Говорю, хорошо. Звоню Шибалину, говорю, у тебя хочет видеть Хохальков. Ну, это не поеду. Через некоторое время звонит директор кабинета Хохалькова. Это было для меня. Минут 15 они по телефону поговорили. Затем директор вызвал Хохалькова. Он где-то был там около часа. На счет этажа. И потом директор позвонил. Говорит, вот сейчас мне звонил Литвиненко. Ну, это он Хохальков сказал. Это мне Хохальков уже, с своего слова. Хохальков мне говорит, вот сейчас директор звонил Литвиненко. И там говорили о вызове сотрудников. Но директор нашелся. Сказал, что сказал ты. В общем, скажет, что это ты сказал. Я говорю, хорошо. В принципе, ну, это уже не столь важно. Здесь я бы хотел... Насколько я понимаю, Ковалев сказал Хохальков. Естественно. Или он сказал, или, может быть, он еще давал команду. Просто я допускаю. Я, честное слово, к директору очень хорошо отношусь. Потому что у меня связывают воспоминания о чеченских событиях и так далее. Я ни в коем мере не хочу его очернить. Там в каких-то делах. Ну, возможно, Хохалькову сказали еще по линии сотрудники ОСБ, которые, возможно, стали работать по Камышникову. Ну, вот здесь я затрудняюсь сказать. Но Хохальков об этом уже знал. Вот отсюда дальше у нас, как говорится, все более и более стали накаляться от страсти. Через некоторое время сотрудников вызвал замглавы. Нет, там не так было дальше. События были следующие, по-другому немножко. Значит, потом Хохальков начал, значит, звонить нам, пытаться нас вызвать. И, как нам сказал Александр Иванович, что Хохальков просят, чтобы мы отказались от своих слов. Приехали к нему и сказали, что у Камышников такого не говорил. И замять это дело. Тогда я понял, что произошла утечка информации. И лицам, которые, значит, такие вещи, ну, можно предположить, планировали какие-то акции в отношении Бориса Абрамовича. Я приехал к Борису Абрамовичу и говорю, Борис Абрамович, вы извините, конечно, нас предали. Вас предали. Вы пошли к директору, не пошли к прокуратуру. И вам, значит, не хотели шума, хотели, ну, чтобы, так, ну, честь мундира там спасти, там, контору, все. Фактически, людцам, которые хотели этого сделать, это сделать, им стало об этом известно. На языке спецслужб любой опер, который меня знает, который, если будет когда-то слушать, он, который работает вообще, он знает, что это называется одним словом предательство. Значит, он говорит, хорошо. Ты можешь, говорит, переговорить с Солостяновым? Можете? Я могу переговорить с кем угодно по этому факту. Почему? Потому что в Конституции записано... Солостянов замглавы администрации президента. Почему? Потому что в Конституции записано, что величайство первым, это защита чести и достоинства гражданина, его здоровья и жизни. Вот что записано в Конституции. Поэтому, если ставится на карту жизнь гражданина, Белизовского, Бориса Абрамовича, граждан России, я считаю, что если я понимал, что его жизнь угрожает опасность, раз произошла утечка информации, то я говорю, я готов говорить с кем угодно, потому что с директором уже разговаривали. Значит, он позвонил Солостянову, и нас вызвали в администрацию президента. Пришли туда я, майор Понькин, подполковник Шибалин, старший ленант Латышонок. Мы все рассказали Солостяну, он говорит, напишите рапорта, предложил написать рапорта. Мы ему написали рапорта. Причем, когда нас завели в отдельную комнату, ребята начали спрашивать, что писать, как. Я и Шибалин, так как старший по званию, и ко мне обращаюсь, я говорю, каждый сел отдельно и пишет, и не надо договориться, пишите, как кто это слышал, как все эти события оценивает сам, так пусть и пишет. И рапорта, кстати, получились непохожие. Почему-то? Еще потом и Солостянка говорит, ну тут же у вас не совсем одинаково написано, я говорю, правильно писали же. Каждый сам писал. Но факт изложили все, что да, эти слова были сказаны. Вот. Значит, мы написали эти рапорта, после чего, значит, в ФСБ был создан приказ о том, что мы обвинили руководство в противоправных действиях. Мы были, в том числе и Камышников с Кохальковым, временно отстранены от исполнения служебных обязанностей. У нас было изъято оружие, вот, опечатаны сейфы. Пытались изъять ключи, но ключи... За разговор с замом администрации. Нет, нет, в том числе и за это. Да, ну так сказали, что вот группа сотрудников обратилась, кстати, Ковалев потом, как мне стало известно, сказал еще, почему они мне рапорта не написали туда. Ну, в общем, вот такая ситуация сложилась. Вот, мы, значит... Тоже доложили перед этим? Мы, значит, что... Это было в пятницу, кстати, сегодня уже понедельник, ключи хотели изъять, мы не сдали. Дальше события начали разворачиваться в следующем области. Подполковник Семаев, который пришел изымать у нас оружие, и написал нам расписку, что он изъял оружие. Сказал Круглову майору. Капитану. Капитану Круглову. И, по-моему, еще даже этому. Ну, ясно. Да, там еще был... Мы сидели в служебном кабинете, он сказал, куда вы дергаетесь. Куда вы дергаетесь, вас порвут, как щенков. Это Семаев, это помощник Халькова. По безопасности. По безопасности. Он, в принципе, порвать это любимое слово, как говорят, Евгений Григорьевич. Он сказал, куда вы дергаетесь, вас порвут, как щенков. Это были дословные. Потом мне было сказано, еще сотруднику Скрябину было сказано, что, значит, победителей не будет. Все это мы расценили как угрозы прямые. Дальше. Подполковник Скрябин. Значит, что сделал? Он в свое время написал рапорт о том, что его там заставляли убивать 2 миллиона долларов. Он отказывался, за что был временно выведен за штат. А что значит? Да, просто хотели выбивать 2 миллиона долларов. Хальков его посылал, выбивать 2 миллиона долларов. Из кого-то из коммерсара. Да, он отказался его за это за штат. На 8 месяцев и платили только за звание. За должность не платили. На 5 месяцев. На 5 месяцев. Его и еще двух сотрудников, которые сейчас у нас. И он, естественно, подполковник Скрябин написал такой рапорт, что я, значит, если буду исполнять распоряжение руководства, фактически подпадаю под статью за употребление служебным положением и взятка. Я не хочу этого. Кстати, он мне еще рассказывал, что после того, как кто-то другой выбил, они отказались, а другие выбили эти деньги. Хальков купил, это с его слов, 3 иномарки. Вот себе, там, жене, я не знаю, кому вообще. Ну, он мне это рассказывал. Он написал рапорт на имя, значит, начальника отдела, по-моему, попросил передать директору, что если я буду это делать, я становлюсь преступником. Однако директор, как сказал Александр Иванович, сказал, вот рапорт порви и выкину. Однако второй экземпляр под балконе Скрепина оставил, сейф, и а сейф сейчас опечатан, его можно изъять. Дальше, когда, значит, комиссия, значит, сказала, что вот, ну, создали комиссию, вот именно по факту, высказывали Камышникова, и нам, ну, конечно, вы Камышников, что мы его обвиняем. Мы сказали следующий образ, мы, наша позиция следующая сейчас, на меня и еще вот нас восьми человек. Кстати, за штат вывели не только тех четверых, не, не за штат вывели, а временно отстраняет исполнение служебных обязанностей, не только тех четверых, которые написали рапорта, а еще четверых, которые, в принципе, вообще рапортов не писали. Наша позиция, фактически вывели всех несогласных с позицией Кахалькова. И даже не тех, кто писали рапорта, а всех, кто не согласен. Просто о ком известно, что они несогласны. Да, несогласны. Почему? Потому что наша позиция следующая. Мы готовы исполнять распоряжение руководства и руководителя нашего государства. Мы понимаем, что в тяжелое для государства время, когда идут перемены в обществе, когда коррупция, это не секрет, все это везде говорят. Государственная безопасность, органы безопасности, они необходимы в государстве. И мы готовы исполнять распоряжение руководства. Но мы и понимаем, какое острое оружие это управление. Но мы понимаем и то, что во главе этого управления стоят люди, которые фактически, используя свое служебное положение, набивают себе карман, деньгами набивают себе. Поэтому мы не хотим воровать людей, исполнять себе казны убийства и во всем этом участвовать. Мало того, мы понимаем, что нас втягивает в какое-то преступное сообщество. Прямо могу сказать. Почему? Потому что в уголовном кодексе написано, что банда является с момента ее создания и уже на стадии замысла. Вот как только мы собрались, допустим, в четвером, мы решили грабить банк или на кого-то нападать. А цель это нападение на граждан и на организацию. Кстати, в случае с Трепашкиным, нападение на Трепашкина, если бы мы это исполнили, был бандитизм. Руководители, там написано в кодексе, не участвуют в нападениях. Есть руководители, есть подчиненные. Так вот, если бы стоило нам хоть что-то сделать, мы бы фактически стали бандитами. И мы не хотим становиться бандитами, но честные люди, понимаете, честные люди, у меня 9 лет или там сколько, 8, боролся с организованной преступностью не для того, чтобы бандитом стать. Мало того, у нас есть признаки, что... Значит, на одном из совещаний генерал-майор Хохольков сказал, что в администрации президента входят слухи, что наше отдело это банда киллеров. Хотя я никогда никого не убивал вообще. Значит, я понимаю, что уже создается имидж нам, как бандитам. У вас изъято оружие, у вас опечатаны помещения. Сейфы. Помещения опечатаны. Сейфы. То есть это уже признак такого отстранения или расследования служебного права. Мало того, почему еще я хочу сказать, что я понимаю, что офицер госбезопас не должен ни интервью давать, ни выступать по телевидению. Но сейчас, сейчас я понимаю, что наступает момент, когда в принципе я свою жизнь никогда не боялся, не боюсь. Если бы я боялся свою жизнь, я бы не делал то, чем я сейчас занимаюсь. Я боюсь за жизнь своей жены, своего ребенка. Мало того, я понимаю, что даже если они расправятся со мной, с моей женой, с моим ребенком, они не остановятся. Если этих людей сейчас не остановить, то этот беспредел захлестнет вообще страну полностью. Это будет страшнее, чем 1937 год. В 1937 году хоть три бумажки писали, хоть тройка была. Сейчас вообще даже тройки. Сейчас Евгений Григорьевич Хохальков решает, кого убивать, а кого нет. Вы понимаете, весь абсурд. Могут и вас убить, и его, кого угодно. Поэтому я считаю, вот, да, еще мы сегодня получили данные оперативные о том, что готовится убийство начальника отдела Александра Ивановича Гусака. Все это нас толкнуло вот на это интервью, на эту беседу. Я прошу вас, если, значит, что-то случится не только с нами тремя, а со всеми восьми сотрудниками, которые это подполковник Скрябин, Круглов, Ермолов, Бавдей, Шибалин и Латышонок. С ними, с ихними детьми или с ихними женами что-то случится. Я прошу показать эту кассету на весь мир и сказать, что эти люди готовы исполнять заказные убийства и, возможно, по ним, кстати, никто еще не работал. И, возможно, что они исполняли заказные убийства как внутри страны, так и за рубежом. Я хочу что еще сказать, что Хохольков в хороших отношениях с Михаилом Ивановичем Барсуковым. Один раз, когда я приезжал к нему домой, я видел Барсукова у него дома, Хохолькова. Мало того, в разговоре с генерал-полковником Трофимовым он мне сказал, что, возможно, Барсуков... Ну, в общем, Александр Иванович слышал, что по пьянке, значит, Барсуков сказал, что они исполнили Листьева. Значит, кроме этого, Хохольков, он... Барсуков. Да, Барсуков. Значит, Трофимов мне рассказывал, что именно вот в период, когда убивали Листьева, ну, Барсуков как-то прессовал Хохолькова. Ну, в общем, заставлял его что-то сделать. И как раз потом пришло убийство Листьева. Мало того, после того, как убили Листьева, я... Вот те кассеты, которые мы записали, когда сотрудники милиции получали 100 тысяч долларов с Березовского, они сказали, еще там было сказано этих кассет, ну, в разговоре, что убили либо... Покушение на вас было либо из-за телевидения, либо из-за автобизнеса, из-за автобизнеса. И готовится еще покушение, либо на вас, либо на кого-то из ваших близких. За три дня до убийства Листьева это было. Или за два. Потом убили Листьева. Эти кассеты... Я лично приносил Коржакову, их смотрел Барсуков, Рогозин. Потом мы с Рогозином их показывали Ерину. После чего, через несколько дней, когда сняли как раз начальника московской милиции Панкратова, мне сказал Рогозин, ты, парень, полез в политику, будь аккуратнее. Я это расцениваю как угрозу. Потом мы ехали с ним в машине, тут где-то на дачу, даже я могу показать где-то. Я так вот примерно вспоминаю. И он говорит, поехали со мной. И в Волге, я почему имею в виду в Волге, мы с ним пообщались, ну, какое-то время, может быть, он думал, что, чтобы я его не записал или не в кабинете. Он мне сказал следующее, что ЗИЛ-131-го это боевая машина пехоты на дороге. Ты лезешь, куда тебе не надо. Поэтому я предполагаю, что эти люди... Умелось в виду, что у вас могут автокоростровку, да. Вот. Поэтому я, сейчас нет времени, могу привести большое количество фактов, вот хотя бы я работал по делу, подделки подписи Ельцина, ну, на получение 600 миллионов долларов из Центрального банка России. У меня есть документы. У кого это? В общем, есть группа лиц, которые подделывали подпись Ельцина на получение 600 миллионов долларов из Центрального банка России. Было уголовное дело. Нашли людей, которые подделали эту подпись. Они сознали, что они ее подделали. Вот. Потом мы в ходе проведения... Кто должен был получить это? Ну, должны было группа лиц. Там Кабзарь, Романов есть такие. Кстати, Романов или Кабзарь являются родственниками генерала Измаденова, это замначальника УКРАСО. А генерал Измаденов с хороших отношений с Хохольковым. Хохольков, кстати, сам выходец из Узбекистана, в хороших отношениях находится с братьями Черными. Как нам сказал даже на совещании, с ними в песочнице играл. Знает Шамиля Торпищева. Вот. Я что хочу сказать. И вот работая по этой большой подпись президента, мы изъяли документы. У меня были документы, где, значит, там схемы нарисованы. 1985 год. Там, в принципе, о государственном перевороте, там чрезвычайное положение, там стрелки. Ну, есть эти записи. Вот. Там, допустим, Рогозин, Коржаков, там стрелка, или нет, Барсуков. 1985 год. Или нет, 95 год. Там, допустим, Рогозин, запись такая, Рогозин, Барсуков, стрелка, 8 миллионов долларов. Ну, такие вот. Вот. Я не знаю, правда это или нет, я по этим фактам писал записку. И Барсукову писали, директору тогда, нет, тогда Ковалев был или Барсуков? Барсуков, по-моему, тогда был. И ему писали записку. Писали записку, значит, у меня был в деле подшитый след документы. Там была подпись Зорина, смотрел, написано. Вот. Никакой группы не создана, никто работать по этому не хотел. Говорил, что это записки сумасшедшего, когда фамилия реальной. Там указан Яловбанк. А у нас была информация, что якобы Коржаков там чуть ли не крышу в Яловбанке держит. А я когда к нему пришел, вот рассказал, говорю, вот такие слухи происходят. Он, да, говорит, я знаком с ними, показал мне фотографии, говорит, на большой шляпе с ними познакомились, но я, говорит, там никаких дел с ними не имею. Я слушаю вас, уже начинаю сомневаться, в какой стране я живу. Вы понимаете, когда читаешь это в газетах, когда, ну просто вот все это на уровне трепа, да, товарищеского, там, когда говорят, а вы знаете, а вы знаете, кажется, что люди преувеличивают. Я теперь понимаю, что они, конечно же, преуменьшают, на самом деле, поскольку мы ничего не знаем. Да, я хотел узнать по поводу... Уголовные дела по фальшивой подписи, по подделке было закрыто, это уголовное дело, все. Без основания. Да, я считаю, без основания закрыто. Вот, значит, я думаю, команда сверху поступила. Что еще хочу сказать... Это во времена Коржакова было закрыто? Да, по-моему, во времена Коржакова еще. Да, точно, во времена Коржакова было закрыто. Потом, что еще? У меня есть номер уголовного дела записан, сейчас записанных книжки с собой нет. Значит, что хочу сказать? Я не хочу, значит, тут, как они говорят, что мы тут и сумасшедшие, и бандиты, тут уже такие про нас, доходит до нас информация. Я не хочу тут людей ссылаться к форуму, потому что это один на один было сказано, чтобы у людей не было неприятно. Я хочу сказать вот что. Я не говорю, что они готовили переворот или не готовили. Я просто хочу сказать, что информация по этим людям шла, шла постоянно. Но по ним, по ним никто не работал. Это может означать, что они работают вместе с руководством. Их никто не проверяет, никто по ним не работает, оперативно-розыскные мероприятия по ним не ведутся. Даже, извините, если такие разговоры ходят про них, и вот если бы про меня говорили, что я готовлю там вооруженный переворот или занимаюсь заказным убийствами, пусть проведут в отношении неоперативно-розыскные мероприятия и проверят. Я хотел бы к начальнику вашего отдела обратиться. Насколько серьезно вы считаете эта угроза и насколько вы видите признаки того, что она начинает воплощаться? Вы знаете, в принципе, то, что толкнуло меня на то, чтобы я перед видеокамерой давал соответствующее пояснение. Я вам честно скажу, я хотел, чтобы провели и руководство ФСБ, и руководители государства, чтобы это было сделано без какой-то шумихи и так далее. Без огласки. Без огласки, да. Вот я встречался со мнойми руководителями ФСБ, вот, от всех от них я видел, что они будут стоять за системой. ФСБ, и руководители. Спасибо. Спасибо.